Песня 9 мая – особый праздник, а потому к этому дню для жителей и гостей района готовятся особые мероприятия. По улице Красной с самого утра начали работать сразу несколько концертных площадок. Около районной администрации жители и участников «Бессмертного полка» танцами и песнями встречали студенты Славянского сельскохозяйственного техникума. После окончания торжественного парада на театральной площади начался большой праздничный концерт, подготовленный лучшими артистами района. Казахи, казахи, еду-еду, померли у наших казахи. По уже сложившейся традиции ни один День Победы не обходится без угощения славянцев солдатской кашей. Полевая кухня расположилась рядом с Домом культуры. Ветераны и жители по достоинству оценили мастерство военных поваров. Очень вкусно. Дома такую не сделаешь. Все понравилось. Безумные ощущения от «Бессмертного полка». Дети в восторге от белых шаров. Мурашки по коже. Действительно, все очень хорошо. Память – великая вещь. И мы рады, что мы с детьми сегодня здесь присутствовали. Каждый год, ежегодно. Вкусная очень каша. Все понравилось. Аппетитно. Парад хороший. Поздравляем всех ветеранов с победой. Счастья, здоровьем, долгожития. Еще столько же прожить, чтобы они жили. Пока одни пробовали фронтовую кашу, другие в это время ставили рекорды во имя Великой Победы. По улице Красной для всех желающих проводился конкурс «Мы сильны, как наши деды». Славянцам необходимо было отжаться 1418 раз. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Один из тех, кто внес свой вклад в победу в этом конкурсе, был Дмитрий Крыжний, отжавшийся 50 раз. Так же сильны, как наши деды? До наших дедов нам далеко. Сколько жали и почему решили принять участие в акции? Почему бы и нет? Помочь молодежи? Я хочу всем пожелать вот этот святой день, чтобы никогда нам не пришлось испытать то, что испытали наши деды в эти страшные годы. Дай Бог всем мира, любви, здоровья и благополучия. А нашим ветеранам счастья и заботы близких. 9 мая по улице Красной завершил свою работу стационарный пункт патриотической акции «Георгиевская лента». За время проведения этой гражданской кампании, а стартовала она 25 апреля, в нашем районе было роздано около 10 тысяч черно-оранжевых символов Победы. От лица Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» хочется поздравить жителей Славянского района с замечательным праздником, Днем Победы. Мы желаем всем ветеранам оставаться в хорошем здравии, в хорошем настроении. Конечно же, чтобы каждый чтил и помнил этот подвиг не только 9 мая, но и каждый день. Пусть со мной нет сегодня любимой, родной, знаю с любовью, тыки с головою, прячешь платок дорогой. Под песни военных лет все желающие могли на улице Красной исполнить вальс или прогуляться вдоль стены памяти, на которой размещены портреты наших земляков, ковавших Победу на фронте в тылу в блокадном Ленинграде. Это фотография моей мамы Цыплухиной Клавдии Николаевны, девичьи Степанова. После окончания медучилища в 41-м году в городе Валдай была направлена для работы в Ленинград. А здесь началась Отечественная война, война великая, и маме пришлось работать в условиях длительной блокады. Всю блокаду она провела в госпитале номер 10-15. Люди, которые перенесли ужасы этой войны, они немногословны были. Немного рассказывала, очень было тяжело, прятались в подвалах, принимали под бомбежками, но работу свою делали как положено. Чуть дальше аллеи памяти расположилась тематическая выставка «Музей под открытым небом». Несмотря на дождь, взрослые дети с интересом рассматривали предметы военного времени. Здесь было организовано несколько тематических палаток. Вот, к примеру, медсанбат, где раненым оказывалась помощь. А это офицерский клуб. Здесь можно было посмотреть старый фильм о войне, а заодно спрятаться от дождя. Вот работают связисты. Рядом расположились военные автомобили, в которых все желающие могли посидеть и сфотографироваться. Посетители такого музея под открытым небом не могли сдержать эмоции от увиденного. Вы знаете, у меня прям слезы на глазах. У меня папа воевал, и я это с детства уже знала. А сейчас это опять повторилось, и правда, прям слезы на глазах. Все это смотрим. Я вам сейчас говорю внучке, что вот эти снаряды, которые сделали свое плохое дело, это те, которые убивали людей, и не одних людей. Это вот солдаты, вот в этих касочках они воевали. Вот есть уже пробитые каски пулями. Это те, которые уже солдаты погибли, уже нет этих людей. Столько людей погибло. Я говорю, их нельзя забыть, невозможно, правда. Мы первый раз такое видим, конечно. Может, даже у музея есть такое, мы как-то забыли давно ходить. Очень интересно. Особенно вот ребенку нравится. И жене нравится. Были среди посетителей музея и гости из других городов. Борис Сопко сфотографировался с пулеметом Дегтярева. Оказалось, что это не так-то просто. Пулемет тяжелый. И если его просто держать трудно, то как же непросто приходилось нашим солдатам во время боя. – Прилично весит. То бишь, хорошая физическая форма нужна. – Выбли, ну… – Из комментариев. Тяжело, конечно, ребятам было. – А как вам сама выставка? – Отлично, мне понравилось. Я просто из Сочи, я не видел у нас такого. Это молодцы. Все экспонаты, представленные на выставке, были настоящие. Но если в музее их трогать нельзя, то здесь можно было брать, рассматривать, примерять, задавать интересующие вопросы. – Фляжка, 1936 год, там вот. Это Едельвейс, это самое, урне струнки, фляжка. Это до военной, до 30-х годов, какая фляжка стеклянная. А также, отечественная война в основном. Подкова там немецкая, таскала эти сам пушки немецкие. Это же добыто с поля боя в основном. Окопные, это и немецкие, и советские. Все интересуются в основном, дети интересуются в основном. А что интерес проявляют к оружию, к штыкам, к каскам, ко всему. Пока любители истории прогуливались по музею под открытым небом, любители поэзии собрались в молодежном парке. Там прошел конкурс чтецов, открытый микрофон. Все произведения, которые исполняли юные поэты, были, конечно же, посвящены празднику Победы. Идут года, но кровоточат раны, врагами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою, за то, что не стреляют автоматы, что мины не взрывают тишину. Вы были молоды, ни в чем не виноваты. По итогам конкурса лучших чтецов наградили грамотами и памятными подарками. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Специально для праздничного выпуска программы «События». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok